В чем сила? В отсутствии нужды в силе. Когда ты не ищешь силу и не задумываешься о том, в чем она. Вот в этом сила. На какой день наступает похуизм? Ну, думаю, с трех лет, как у тебя эго приходит к тебе, оно сразу на всех хуй забивает и только тебя возвеличивает. Дебила, блядь. Везде тебя выпячивает и демонстрирует какой-то охуенный. Она всем похую становится. Вот с трех лет примерно. Вот когда уходит похуизм, вот в чем вопрос. Вот интересно, почему после секса с девушкой возникает негативное чувство при мысли даже о ее контакте с другими мужчинами. Ну, ты вообще с детства в процессе воспитания она нашпигована различными фобиями. Отвращение, любое отвращение к чему-либо, это выражение фобии. То есть определенный пунктик, на котором тебя зациклило. Зациклило, и он выражается вот в таких вот болезненных переживаниях в виде отвращения, которые, кстати, тащат за собой еще множество всяких состояний, ощущений, мыслей, разрушающих твою нервную систему. Это фобии. И с этими фобиями ты живешь и не пользуешься ими. Ты их прячешь, их скрываешь. Ты считаешь, что это какое-то вот некое тайное твое состояние твоего ума, твоей души, которое надо как-то компенсировать. А это твой инструмент. Вот. Поэтому девушка тебе указывает на твою фобию, и ты дальше ее должен распаковать каким-то чудесным образом. Это как Форт Бояр. Ты должен все время находиться в режиме квеста в этой жизни. Разгадывать загадки. Вот. Каждое чувство, вызванное людьми или событиями, это приглашение тебя к квесту, приглашение к игре. Жизнь – это игра. Здесь все игра. Все играет с тобой. Каждое твое ощущение, каждый человек, каждая вот ситуация, возникшая в твоей жизни, это такая игра. Оно все, все приглашает тебя к игре. А ты хочешь какой-то... Ошибка играющего – это зафиксировать некое состояние, сделать эту жизнь стабильной. Оно и так стабильно. Уже тем, что ты живешь, ты переживаешь ощущение состояния стабильности. Ощущения, ее здесь нет, но есть ощущение, что есть стабильность. И ты можешь создать эту стабильность из различных факторов в своей жизни. Например, стабильно ходить на тренировку, стабильно вставать в 7 утра, стабильно и так далее. Понятно, что мне перечислить. Вот это ощущение стабильности, оно невероятно волшебное. И когда ты пытаешься при наличии вот этих опций, возможностей быть в полном кайфе, в счастье, ты начинаешь еще что-то искать, какое-то счастье, блядь, по каким-то критериям, которые тебе как в качестве фобии забили тебе гвоздями. И ты рыскаешь. Вот это отсюда и происходит. Что-то там, не помню, она еще отвечала, но неважно, все понятно, короче. Искать нехуя. Просто играешь. Любая ситуация, это игра, приглашение тебя к изменению, приглашение тебя к неизвестному. Ты худшую, все было понятно. И все, ты в проебе, пока игра эта существует, ты в проебе, пока ты ищешь вот эту стабильность. Как только ты ее обнаруживаешь, на самом деле, что она была всегда, ты воспринимаешь все, что происходит из секса, и то, что после секса с девушкой, как игру, как приглашение тебя принять участие в неком душевном, духовном, интеллектуальном состязании, в котором ты никогда не победишь. Но победа – это участие. Поэтому сам процесс жизни и есть то, что вы так упорно ищете стабильности. Уже этот процесс является стабильностью. Процесс жизни, он стабилен, потому что он процесс. Он не меняется. Он все время движется. Неизменно. Движение неизменно, в котором все меняется. И в том, и вот именно то, что все меняется, является неизменным. Понятно? А вот такой волшебный ну такой аттракцион ума, из него все состоит здесь. Как-то неизменное то, что меняется. То, что всегда меняется, является неизменным. В чем-то вообще нуждаетесь? Во всем. Во всем абсолютно. Все, что есть, я в этом нуждаюсь. Все, что со мной происходит. Вопрос, да, это к вчерашнему, что я не нуждаюсь в том, чтобы иметь мнение, я не нуждаюсь в том, чтобы быть счастливым. Потому что, а ну, хоть как можно быть, нуждаться в том, что и так происходит. Зачем какое-то мнение тому, что и так произошло, и то, что произошло, у него есть свои на то причины. Копаться в причинах, разбираться в них, искать сердцевину, да, или начало. Начал ты никогда не найдешь, потому что их бесконечное количество вариантов. И все они правильные, все они правдивые, все они имеют место быть, и у каждого из этих правил, или начал. Есть своя доказательная база, которая возникает в момент, когда ты начинаешь ее искать. И вот в момент поиска открывает тебе любые доказательства того, чего ты ищешь. Например, а ты будешь все время и доказывать, доказывать свой, вот скажем, не то, что ищешь, а доказывать, что нужно искать, что поиск необходим, и ты будешь стремиться. А как только ты понимаешь, что стремление это всего лишь элемент игры, в котором важно поставить цель и принять процесс как результат. Понимаете? но пока вы процесс не можете ощутить, пока не поставите цель. Вот есть жизнь, она процесс. Вы можете наблюдать, как мимо вас все пролетает или войти в этот процесс, но для этого нужно создать цель. И тогда вы попадаете в поток жизни, как игрок. И этот поток является целью попасть в поток. Как в него попасть? Поставить цель. И туда ты попадаешь внутрь этого варева, этой каши, которая является целью. А ты вроде цель другую поставил, какую-то там выебать 100 баб. И вот в движении, вот оно процесс. Ты никогда не получишь удовлетворение, потому что удовлетворение его нельзя получить, потому что ты уже удовлетворен. всем. Оно все есть, ты уже находишься в жизни, жизнь это и есть результат. Все. Тут все правда, потому что оно иллюзорно, правда иллюзорно, но она есть, правда есть, реальная существует, да, в виде иллюзии, иллюзии реально. Как начать, как, зачем тебе что-то там начинать? все, вот прими то, что есть, позволь этому быть, оно вот есть и есть, ты даже принять не сможешь, я уже много раз об этом говорил, оно уже едет, не может принять то, что и так происходит. Знакомые подкалывают, что я принимаю микродозник, как бы, как бы, похуй, но как бы надоели. Ваше мнение, а зачем ты ты не принимаешь микродозник, потому что ты ходишь и рассказываешь всем. Ямнику, ямнику. Первый эффект от микродозника, когда у тебя исчезают желание кому-либо себя показывать, делиться тем, что тебя не спрашивают и не просят. Идешь и зачем? Вот тебя спросили там, Васю, как ты там, Вике, скажи, девочка, да, Вике, ну, ты у меня проблемы, не знаешь, как, вот я смотрю на тебя, ты такая счастливая и веселая, как ты вот дошла до такой жизни, что ты, может принимаешь, может пьешь, ты такая, я мухоморчик пью, ну, с утра выпивай, мухомор, мне хорошо, попробуй, может тебе поможет. Нет, ты идешь и такая, с банкой или с пакетом грибов, я, грибы, я, я, мухоморы, естественно, всем будут на тобой смеяться, потому что ты не принимаешь то, что он тебе дает, а ты наоборот используешь это для опять демонстрации своего эго. Все, взяла микродозинка, тихо, никому не рассказывай, как тебе хорошо, блядь, потому что, если возникает желание рассказать, как тебе охуенно, что ты такая, блядь, классная, что ты прям наелась мухоморов и так счастливая стала, это провокация ума, она ничего этого не стала. Хочется высказать то, что тебе, то, что с тобой происходит, значит, оно ложное, значит, оно не происходит, ты хочешь подменить это словами, ничего не происходит. Почувствуй, микродозинка по-настоящему. Все, тебе не захочется никому, ничего там, кричать, бежать, спасать кого-то. Захочешь кого-то спасти, буду смеяться над тобой, это закон. Как перестать курить? Не нуждайся в том, чтобы перестать курить. У тебя проблемы, что-то у тебя, кровь горлом, рак, что у тебя? Что ты хочешь бросить курить? Задыхаешься? Ну, ходи в зал, не будешь задыхаться, я курю. Дыхалка у меня отличная, пять раундов стою на лапах. Идеально для 51-го года никаких проблем с дыхалкой не чувствую. Как не жить в вечной панике и стрессе? Никак. Если есть паника и стресс, значит, ну, все это произошло. Это оно в тебя забралось, эта программка. Это качество, твой характер, твое состояние, ума, которое использует эту панику и стресс как повод реализоваться. То есть, ты реализуешься таким как ну, что, значит, это есть. Ты просто позволяешь этому быть и все. Принимаешь это в себе. И дальше увидишь, что то, что ты принял, очень становится для тебя полезным. Ты в дальнейшем можешь это использовать в качестве метода, инструмента. твои фобии, твои страхи, твой стресс создают метод твоей жизни. Вот обрати на него внимание. Что это за метод? Может быть, он тебе покажется сначала смешным, дурацким, корявым, просто нелепейшим, бредом. Попробуй. экспериментируй. То есть, тут должно быть все, все, что тебя пугает, оно твой союзник. Может быть, не с самого начала, но ты его обращаешь в свой союзник. То, что тебя пугает, ты обращаешь в своего союзника. Потому что это все ты. Вот как ты делаешь, что ты выбираешь, так оно и поворачивается для тебя. Берешь и распаковываешь то, что казалось тебе ужасом, говном и кошмаром и переделываешь это в своего союзника, в друга и попутчика. Жалеть, жалеть, жалеть себе, бить в современном обществе. Почему? Просто обычная твоя способность. Пока другой нет, знаешь, такое есть выражение, а что так можно было? Вот пока ты жалеешь себя, ты не знаешь, что можно по-другому. Вот и все. Поэтому жалей, пока не выжалеется. Пока твое жаление не превратится в жиле. Говняное такое жиле мерзкое. Липкое. Тебя заебет это. Просто не знаешь, что, ну, как по-другому можно. Поэтому и жалеют люди себя. Ну, дети. Когда ты взрослеешь, ты перестаешь себя жалеть. ты позволяешь просто всему быть? Почему люди пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле? Не проще ли быть каждому самим собой? Тогда быть может и проблем было бы меньше в социуме. Что скажете? А сам что делаешь? Сам-то пытаешься лучше быть, заботясь о каких-то других, не видя самого себя. Сам ты что делаешь сейчас? Пытаешься быть лучше, убедить себя в том, что ты размышляешь о проблемах человечества. Почему люди? Почему люди? Это он тебя наебывает. Он все время тебе говорит, давай подумаем о тех, давай подумаем о вот этих. Ага, вот об этих мнениях сделаем, об этих что-нибудь скажем. Главное, чтобы себя не видеть. Потому что там в себе столько говна, что ты просто с этим разбираться не хочешь. Поэтому все время думаешь, а что люди думают? А почему они так думают? Как сделать так, чтобы люди? Тебе на людей похуй, а ты не этим занимаешься, ты прикрываешь свою жопу. Вот и все. Тем, что думаешь о других людях, ты прикрываешь свою жизнь, свой грязный зад. Вот и все. жопа-то в говне. Ведь такой оп, закрыл. А почему люди вот и все такие оп, тебя слушать начинают. И отводишь просто внимание от своего грязного зада, переводя внимание на придуманных тобой людей. Как будто ты знаешь, что они там хотят, чего они выглядят, ты понятия не имеешь, чего они хотят. Ты себе это все придумал, чтобы прикрыть свою жопу. Все. А как осознать свое я, чтобы быть самим собой? Никак. Все уже осознанно, все уже есть. Все уже происходит. То какой-то есть, такой-то и есть. Другого нет. Вот как я. Я вот такой, какой есть. С такими мыслями, с такими реакциями. ничего с этим не поделаешь и при всем том, что я понимаю какие-то там вещи связанные с отражениями этого мира. Я все равно продолжаю посылать пидорасов нахуй. И это жизнь. Все. Я не нуждаюсь в том, чтобы не нуждаться в желании посылать кого-то нахуй. Вопросик есть. Давай. Короче. Делаю жир. Так. Так. А у меня же так хрустит. Где? Ну, слышу я это в голове. Хрустит? Да. Может не размялась? Хорошо размялась. А хрустит? В голове слышишь? А где хрустит? Не можешь понять. сустав не размят. Надо может чуть-чуть его подразмять. Повращать, но не быстро. Быстрое движение не делай. Повращать все медленно. Растянуть надо. Растянуть. И легким весом начинай. Каким весом? А. Ну, пойдем послушаем. Что там у тебя хрустит? Все. Пока, друзья.